МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, студии працу Александра Гамоля, глядите у этого выпуска. Николе не забудем, на ремонт и реконструкцию помников оборонцам Айчины и похование Лохвяру Великой Айчиной войны будет выдатковано около 85 тысяч рублей. Плануется и протягнение спонсорских сроков. По новых правилах указ президента номер 169 продолжает изменения в работе с державной майомостью. Герой нашего часа вызначило сей мяпероможцы конкурсу мистер Гомель 2020. А зараз об этом и иншим больше подробно. На сегодняшней оперативной на радио старшиня был ВКНКМа Геннадия Соловья, разгледженный ход реализации державной программы по увековечиванию подвигу загинувших при обороне Айчины и заховании памяти об охвярах войнам. Зараз у Гомельской области на державном улику знаходятся больше, чем 1100 таких похований. В этом году на ремонт помников плануется выдатковать с бюджета около 85 тысяч рублей. А прочее того обл. выканками различуются на допомогу спонсоров, тем более, что такие приклады в регионе есть. С темой ознайомились наши корреспонденты. Колькость войсковых похований на Гомельшине постоянно повеличивается. За опошние 10 годзе плюс 200 помников и мемориалов. Их выявление отбывается у основным дякаюши необыяковым людям, які информують мясовые органы улады об вядомом им месце похований, что ранее не знаходилося на улику. На сегодняшней на радио у старшиней Аблвы Канкама до темы захований историчной памяти звернулись азноу. В основном все памятники в хорошем удовлетворительном состоянии. Нам надо только приложить руку к тем воинским захоронениям, которые находятся сегодня в неудовлетворительном состоянии. Их 59. Я благодарен Геннадию Михайловичу, председателю обл. сполкома, за то, что он сделал подсказку, что кроме того, что есть какие-то подшефные организации, которые ухаживают, это средние школы, училища, предприятия. То есть обратиться на сегодняшний день надо нам каким-то спонсорам. Ну, наверное, в лице тех юридических лиц, которые, как говорится, имеют прибыльное предприятие, которые окажут нам к 75-летию освобождения Беларуси посильную финансовую помощь. Спонсорская допомога на наведение парадку на войсковых помниках и в местах похований у мирных же хоров на гомишине справа поколь не вельми распосюженная. Али и выключением такие приклады назвать нельга. У Гомельским управлением магистрального забраводау акционерного товариства «Газпрам Трансгаз Беларусь» акцию «Монумент Перамоги» проводят пять годов. И сё ли это я ей обовязково протягнуть. Начиная с 2015 года, вот уже пять лет подряд работниками нашего филиала проводятся мероприятия по благоустройству территорий, мест захоронения воинской и боевой славы. В этом году мы продолжим мероприятия, проводимых в рамках данной акции. И нами сейчас рассматриваются уже предложения по благоустройству территорий воинских захоронений, находящихся в Гомельском и Добрском районах. Тансьюня у братских и одиночных могилах на территории Гомельской области похованы крыху больше, как 180 тысяч человек. Имены 5,5 тысяч – неведомые. Ёсь подставы стверждают, что с часом яны будут одновлены. У вынику проведения активной пошуковой работы только летость на мемориальные плиты нанесены 4 тысячи прозвища у загинувших. Яшедзен на керунок по вековешванне памяти, ахвер войны, створение новых мемориальных комплексов и объединение их у один туристичный маршрут. Плануется, что он уключит Шервонный берег, у Жлобинским районе, где подчас войны находился детячий концлагерь. Лагерь смерти Азарычы у Калинковицким районе, а так само мемориалы Багратион и везка Алла у Светлогорским районе. Отповедный проект распрацованы у институте Гомель-громадзян проект. От первых эскизов и до кончаткового варианту пройшло амаль два годы. За этот час были подрыхтованы пять вариантов. Частку необходимых для будовництва этого мемориалу сродков зарабили подчас областного суботника, 22 лютого. Отдать дань памяти погибшим это не напрасно в любом случае. А посещаемость будет, потому что ездят и сейчас на существующую братскую могилу, там постоянно лежат цветы. Помимо этого, ведь планируется создание такого, сложно сказать, туристического маршрута, но маршрута по мемориальным зонам Гомельщины. То есть закальцованный маршрут, в который возможно будет включена, ну невозможно, однозначно будет включена и АЛА. Зараз на Гомельщине открытый специальный доброчинный рахунок, на який можно перелешивать сродки для будовництва мемориального комплексу у вёсцы АЛА. А праша того, гроши будут сбирать и подчас проведения громадских акций. У приватности весной этого года телерадиокампания Гомель проведе телемарафон. Принять уделу, яким змогуть усе жадающие. Урешті увековечване памяти загинувших дох кожного грамадянина. Мы рассчитываем на исключительно добровольное участие, на добровольное пожертвование от предприятий, от бизнесменов, предпринимателей и простых неравнодушных людей. Хотя некоторые интернет-ресурсы и демонстрируют отличную точку зрения, но тем не менее я хочу обратиться ко всем коллегам по Перу и призвать их принять участие в этой благотворительной акции. Вот для меня лично участие в этой акции является моментом истины, который показывает истинное отношение и человека, и средства массовой информации либо любой другой организации к нашей истории, к нашим людям, к нашей стране и к нашему народу. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Комитет «Гомеля был майомость» провел сегодня брифинг по выниках продажу державной майомости в минулом году и планах на ГЭТ. Адметная селетняя особливость у тем, что аукционы будут проходить в рамках указа президента номер 169. Документ продуглеживает новые подыходы в работе с держмайомостью. В минулом году на Гомельшине проведено АМАЛЬ-160 аукционов, на яких было продадено 99 объектов державной майомости, у тем лику три жилые помешкания. У бюджета розных аузровню поступит практически 2,5 млн. рублей. А про то, что летний комитет провел 10 электронных торгов, на яких отрымалось продать 23 лоты. В первую очередь этого виду реализации державной майомости в макшимости протягнуть значную колькость потенциальных покупников, у тем лику за межу в Беларуси. Что ты шиться с этого года, то на аукционы будет выставлено больше, чем 70 объектов, которые ранее не пропоновались. Отметной особливостью года станут так само новые правила продажу державной майомости в ответственности с указом президента номер 169. Этот документ продуглеживает для покупников шерох и льгот. Совершенствуется порядок продажи имущества за базовую величину. Можно выставить на аукцион такие объекты с первых торгов по решению собственника. Это касается всех объектов на территории области, кроме областного центра. Также в этих торгах допускается участие физических лиц. Если раньше они могли приобрести объекты только для реконструкции под жилье, то сейчас можно приобрести объект и в дальнейшем использовать его для агроэкотуризма, ремесленной деятельности, либо деятельности, которая не является предпринимательской, но уплачивается единый налог. У Гомеля прошел первый хакатон для школьников. Юным программистам пропоновали створить властный проект за 8 годин. Выклик приняли 50 подлетков. Пераможцу вызначали у командным залегу. Усе подробязности в сюжете Явгений Кухаронак. У дельники хакатона юнаки и девчаты во взрослете от 14 до 17 годов. И они самостоянно размерковались по командах у каждой 5 человек. Перед ними стояла задача за 8 годин – створить чат-бот, а после его презентовать. У допомогу молодым и креативным были призначены менторы, опытные программисты. Конкретные тематы, кой школьников не обмежевали, полная свобода выбору, на какой перспективной идеей спинится. Как родилась идея этого проекта? На взрослых хакатонах в Минске очень часто приходили дети, тинейджеры. Они постоянно бегали между командами и даже выступали с какими-то предложениями, вопросами. И мы подумали, что, наверное, в этом есть смысл дать им слово. Часу на распроцовку проекта не так шмат, як сдаец на перший погляд. Однако и организаторы разумеют, что на полновартосный стартап готовы до запуску. Потребуются дни-йти, дни, а не години. Тому оценювают отриманные IT-продукты и работу команды по особливых критериях. У нас нет каких-то ограничений для ребят, но нам важно, чтобы они понимали, как сделать из проекта свой стартап. Проект должен окупаться, проект должен быть интересен потребителю. Они должны понимать, как монетизировать проект. Это самое важное. То есть то, что мы хотим сегодня дать, это чтобы они научились работать именно над идеей и делать из идеи продукты. Атмосфера на интенсиве навод простых назиральников поштруховала до новых идей. Так было выражено на наступный подлетковый хакатон запросить больше школьников з райцентров в области. Цековые нововведения могут ждать и в уголе сферы эдукации региона. Присматриваемся, может быть, мы что-нибудь интересное увидим для того, чтобы какие-то новые специальности открыть в перспективе, может быть, и в профтехобразовании, и в среднеспециальных учебных учреждениях. Потому что на сегодняшний момент кое-какие специальности, скажем так, вымирают, не востребованы. Но эти технологии были и есть, и пока на сегодняшний момент будут толкать мир вперед. Пираможцы первого хакатона сборная команда Мазырского областного лицея, 11 школы Гомеля и 56 гимназии имя Вишневского. Юнаки представили на суджуры чат-бот, який генерирует пароли и проверяет их. И она драмали мягчимость презентовать свой стартап в Минску под час агульно-республиканского споборництва. Евгений Кухаронак, Василия Сипцов, телерадоя компания Гомель. Три месяцы подрыхтовки и 11 претендентов на Пирамогу. На выходных вызначила сей мя владальника титула «Мистер Гомель-2020». За боротьбой под час финального шоу назирала Ганна Коральчук. Конкурс «Мистер Гомель» сегодня-то проходит на переде дни самого мужчинского свята. Дню Баронцевой Чинны тому и тематику обрали ответную герой нашего часу. Осилок, интеллектуал, пригожун о будущем компании, каким поведен быть мужчина 21-го стагодзя. Высветляем разом с удельниками и жюри. Конкурс открыла визитовка, подчас якой можно было ближе познайомиться с финалистами. Студенты, инженеры, бариста, массажист, дорожный рабочий и помощник машиниста-тепловоза. Хлопцы во взрослыхе от 20 до 33 годов. Янатолина Витт амбицийная, с почутем гумора и обовязково смелая, бо открытый новому и отважился выйти на сцену перед полной залой. Упевненности надала серьезная подрихтовка как обыграть эту ситуацию, что да, оно какую-то свою пользу приносит. Волнение есть, волнения нету, потому что как-то оно понимает, что нужно делать, но это не волнуешься, а волнуешься в том, что может что-то не получится, что-то пойти не по плану. Как вообще готовы, повторяются там в голове движения? Да, только парюсь за свой танец, а в основном все оточено, только свой стиль нужно сделать хорошо, а в основном все оточено, отлично. Далее удельники представляли свое домашнее задание. В образе, такие одлюстровывают их стиль, характер. Кто-то решил показать свою реальную роль – клопотливого батьки двух дочек. Иншие первоособились у Аньола, доктора-воротовальника, взоркой эстрады и навод казочных героев. У меня образ Робина Гуда, такой разбойник. Я думаю, каждый из нас в душе, если правильный мальчик, он хочет стать когда-то разбойником. Мы делаем добрый делок. Да, для бедных. Переживаю очень, но надеюсь, я с этим справлюсь и волнение не будет видно. После этого финалисты демонстрировали свой интеллект и отказывали на каверзные питания, например, об их ставлении до феминизма. Тут нужно было быть очень уважливым и дипломатичным, потому что жюри все лет были одни женщины. Зменили настрой, хореографический номер и выход топлес. Отрималась пригожая картинка. На сцене городского центра культуры хлопцы синхронно рухались, широко усмехались и гуляли мускулами. Опошний выход в элегантных костюмах и на реште подведение выникал. Призглядательских симпатий и титул мистер популярность по выниках интернет-голосования отримал помощник машиниста-тепловоза Денис Барабанов. Фитнес-тренер Владислав Ляшков стал вице-мистером. Первое место и шарик переможца достался инженеру по развитию бизнеса и чемпиону Беларуси Пакеа Кушенка Денису Мохорову. Очень много и нервов, и сил, и времени. Поэтому все было не зря. Ты завтра на работу с шарфиком пойдете? Да я его снимать не буду где-то месяц. Всю неделю буду в нем ходить. А кроме гонорового титула хлопец отримал путевку у круиз по Скандинавии. Гана Краевичук, Александр Харлампов, телерадиокомпания Гомель. Снежный снайпер в летнем формате. Сегодня в Гомеле прошел областный этап детских республиканских биатлонных споборництвов. В биатлонном комплексе Соша смагались омаль три сотни хлопчиков и девочинок. Команды выставили районы в области и города Гомеля. Умовы на двор унесли коррективы в схему проведения споборництвов. Лыжную гонку заменили кроссом. Наймоцнейших выявляют в трех взрослых категориях. Самые молодшие удельники переодолевали дистанцию 1,8 км с двумя огневыми рубежами. В середней взрослой группе дистанция 2,4 км у старейшей 3 км. Конкуренция на областном этапе снежного снайпера традиционно высокая. Я часто участвую в школьных соревнованиях. Вот взяли попробовать. На городе показала хороший результат. Спасибо учителям физической культуры, что подготовили нас. Прошли районные этапы. Я знаю, что много было желающих попасть сюда на областные этапы, чтобы потом поехать на республиканские соревнования, чтобы представлять Гомельскую область. Финальный этап республиканских споборництва у снежный снайпер пройдет с 9 по 15 соковика на головной биатлонной арене краины в Раубичах. Наш регион там проставят 12 наимокснейших спортсменов. В минулом году команда Масленичный тыдень сегодня стартовал в Беларуси. Ближайшие 7 дней по всей краине пройдут народные гуляни. Старожитное славянское свято при ходу весны случается с христианскими звычаями. На перед дни Великого Посту по всюдно рыхтуют блины – символ солнца. А основной традицией лишится спальвание масленичного пудзела на вогниши. Так наши протки проводили зиму. В Гомель и райцентрах в области святочные мероприемства присвященные народному святу Масленица запланованы на субботу 29 лютого. Зима отступая. На этом тыдне температура поветра будет подниматься до 9 градусов тепла. У атмосферы по раннейшему керуют заходние ветры, которые приносят на территорию Беларуси теплое океаничное поветро. В первой половине в нашем регионе будет переважать облачное надворье. 5 градусов в ночи и до 9 в день. С пятницы характер на дворе крыху изменится. Опадки спынятся, а слопок термометра слегка опустится вниз, будя от минус 2 до плюс 3 в ночи и от 3 до 5 тепла в день. Это и иншая новина. Информацию о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Усяго доброго и до Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. 22 особи рыбы и вред в размере более 3000 рублей. Сотрудники природоохраны задержали в Брагинском районе местного жителя, который с незаконным уловом возвращался домой на мопеде. Добычей 58-летнего браконьера стали линии щука. Выловил он их из реки Брагинка при помощи двух сетей, общая длина которых составила 140 метров. Вред, причиненный окружающей среде оценен в 3240 рублей. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле прославился один любитель подводной ловли. В супермаркете молодой парень залез в аквариум для рыб. Видео попало в сеть и теперь неустанно набирает просмотры. Судя по кадрам, парень или его спутница что-то уронили в аквариум с карпами. Продавец искать вещицу не захотела, зато молодой человек оказался полон решимости. Снял рюкзак и нырнул в аквариум с головой. Нет информации о том, чем закончилась история. Такой поступок правоохранители могли бы расценить как мелкое хулиганство. Нетривиальной оказалась реакция пользователей в сети. Кто-то в комментариях написал, что теперь по эстетическим соображениям не сможет покупать в магазинах живых карпов. Сбил велосипедиста. В Добружском районе под колесами фуры погиб мужчина. Наезд произошел в темное время суток на трассе М-10. Больший груз ехал со стороны России. В пути водитель не заметил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части. В результате наезда 35-летний мужчина погиб на месте происшествия. В последнее время в сводках ГАИ еженедельно по несколько раз встречается формулировка «произошел наезд на пешеходов». Примерно 80% подобных ДТП происходят в условиях ограниченной видимости или в темное время суток. И, как показывает статистика, виноваты не только одни водители. Так, 23 февраля около половины восьмого вечера водителем автомобиля «Хондай Цивик» на пересечении улиц Кирова Федосеенко города Гомеля был совершен наезд на 84-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. С травмами женщина доставлена в больницу. А днем ранее на пересечении улиц Богдана Хмельницкого в 60 лет СССР «Фольксвагеном пола» был сбит 40-летний мужчина, который в предварительном состоянии алкогольного опьянения пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения установленных правил. Что касаемо пешеходов, то переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, при этом убедившись, что транспортные средства вас пропускают. Водителям необходимо проявлять бдительность при подъезде к пешеходному переходу и притормаживать для того, чтобы пропустить пешеходов, которые решили перейти дорогу. Автомобильными делами были заняты и работники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Одни тушили горячие авто, другие расчищали автодороги от поваленных деревьев. В пятницу утром поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Гомеле по улице Павлова. Ауди 100 1991 года выпуска находилась на неохраняемой автостоянке во дворе. Огонь сильно повредил салон и моторный отсек. Пострадавших нет. В ночь с воскресенья на понедельник загорелся гараж в Гомеле по улице Междугородней. В результате пожара повреждено имущество в гараже. Пострадавших нет. Причина обоих возгораний предстоит выяснить судебным экспертам. Также в воскресенье спасатели занимались распиловкой деревьев, препятствующих движению автотранспорта. Деревья не выдержали порывов сильного ветра и упали, преградив путь недалеко от деревни Милоград Реческого района, а также в деревне Светиловичи Ветковского района. Спасатели оперативно расчистили проезжую часть и восстановили движение. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В 16-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу из представителей нашего региона очками разжился только гомельский ВРЗ. Новогонностроители в непростом поединке обыграли столичную охрану Динамо 2-1. Дублем отметился Евгений Рогачев. Светлогорский ЦКК уступил столице 2-7. Гомельская БЧ на домашнем паркете принимала столичный дорожник. К перерыву на табло горели невеселые 1-3. На старте второго тайма гости усилиями Вадима Титкова сделали свое преимущество еще более весомым. Достав четвертый мяч из сетки собственных ворот коллектив Дмитрия Камека начал выбираться из непростой ситуации. Буквально спустя две минуты Илья Казак сделал счет 2-4. А вскоре Константин Кусков сократил отставание до минимума. На то, чтобы зацепиться хотя бы за балл у хозяев паркета было еще 5 минут. В пятером железнодорожники начали осаду ворот столичной команды. Однако сами пропустили. При этом буквально за мгновение до того, как Скворчевский сделал счет 3-5 хозяева не смогли реализовать практически стопроцентный момент. Сегодня мы знали к кому мы ездим что мы будем делать посмотрев состав я сегодня понял во что они собираются играть в начале но потом они перестроились немножко. Сегодня ребята бились так что тут даже нету кого-то упрекнуть в чем-то. Пропускать 5 мячей по такой игре это точечные моменты и командной индивидуальной потери концентрации во-первых во-вторых очень низкое качество ударов то есть вопрос недоработки чьей моей ребят или всех вместе потому что с командой которая достаточно низко играет как дорожник нужно использовать всякую возможность для удара и удар должен быть каждый раз качественный а у нас большая часть удара вся в молоко как говорится поэтому это вопрос качества исполнения турнирной таблицы БЧ на втором месте ВРЗ на четвертом ЦКК на девятом лидирует Наршанский Витем футбольные клубы продолжают подготовку к будущему сезону находящаяся на сборе в Турции Мозырьская Славия в товарищеском матче обыграла Ереванский Ной 2-1 Гомельский локомотив в Могилеве был сильнее местного Днепра 2-0 Речицкий спутник победил Оршу 3-0 Гомель на поле стадиона Сдюшор номер 8 играл с резервистами Солигорского шахтера В первом тайме зелено-белые создали немало моментов Однако реализовать смогли только два После перерыва гомельчане стали более бережно относиться к своим голевым моментам что и отразилось на счете 8-0 более чем уверенная Виктория Гомеля В сильнейшем дивизионе мужского волейбольного чемпионата Беларуси завершился предварительный этап Гомельская энергия в заключительном матче дома играла с западным Бугом из Бреста Поединок носил благотворительный характер Все вырученные от продажи билетов деньги пошли на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса который получил тяжелую травму Мне кажется это большая семья спортивная она должна друг другу помогать и все мы как говорится играем и всех опасность получить травмы поэтому мы должны друг другу помогать Энергетики домашние трибуны порадовали одержав уверенную победу 3-0 Таким образом команда Дмитрия Лихорада заняла третье место по итогам первого этапа и в плей-офф сыграет в сильнейшем квартете Первый поединок четвертьфинальной стадии гомельчане пройдут 29 февраля на выезде против Солигорского шахтера На этом пока все С новостями спорта ознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА